Приветствую вас. Давайте разберемся с тем, что вы написали, вот, и попробуем ответить на ваши вопросы, которые, безусловно, у вас есть и которые, безусловно, вас волнуют. Итак, год назад, тысячевые, я познакомился с девочкой, когда был в другом городе на Новый Год. Потом ехал, продолжил общаться, чувства нарастали, не могли уже на расстоянии, я перевез ее к себе. Ну, здесь хотелось бы, наверное, Антон спросить или спросить или отметить, что было общего между вами и вот этой девушкой, которую вы привезли к себе. Вот, что было общего, общего именно между вами обоим. То есть, вы познакомились с ней, это понятно, а общего что? Дальше, вы говорите, что чувства нарастали, не могли уже на расстоянии, то это, безусловно, мне понятно, но вот, что общего между вами, опять же, не ясно пока что. Дальше, я перевез ее к себе. Обратите внимание, Антон, на то, что вы здесь делаете упор, то есть, вы знак воскресания прямо ставите. Я перевез ее к себе. Как будто вы в какой-то контекст, как будто вы какую-то эмоциональность в это вкладываете. Возможно, вы говорите, типа, вот, я взял за нее ответственность, вот, я молодец. Но, понимаете, хочется вас спросить, а вот всегда ли это хорошо? Всегда ли хорошо брать ответственность за человека? Что значит, я перевез ее? То есть, она что, вещь какая-то, чтобы ее перевозить? Так, все было хорошо, значит, 3-4 месяца в один как-то угостать начало, при том, и вовсе, по работе познакомился с женщиной. Так, Антон, ну, здесь вот надо бы немножко подробнее, конечно, посмотреть, то есть, что значит, начало угасать, во-первых. И что вы в это вкладываете? Начало угасать. Что начало угасать? Почему начало угасать? Давайте как-то вот посмотрим подробнее, там, возникли какие-то проблемы или просто чувства стали идти на спад. Если чувства стали идти на спад, почему вы не расстались с ней? Так, дальше. В общем, познакомился с женщиной, а ее ребенок у меня тренируется, закрутился роман с ней или такой, что не можем друг без друга. Ну, то есть, у вас, Антон, по сути, возникла то же самое, та же самая ситуация, что и с первой девочкой, получается. То есть, с первой девочкой вы не могли на расстоянии, и со второй вот, сейчас вы спичите тоже не можем друг без друга. То есть, это, знаете, вот какая-то, какая-то тяга у вас, прям вот какая-то, ну, в прямом смысле слова тяг, тяга какая-то. Ее ребенок у меня тренируется, так, значит, на почве этого разругался с девочкой, она уехала обратно. Из-за чего разругались, на почву чего? Потом, как все узнало, получила нервный срыв в больнице, капельницы, все дела. Узналось что, а разве она не узнала, когда вы разругались? Ну, раз я узнала. Я расчувствовался, в итоге, ННГ приехал за ней, успокоил, привез обратно к себе. То есть, вы, по сути, ее начали спасать. А расчувствовались вы, вот что вы вкладываете в это понятие? Расчувствовался, это как? То есть, вы, не знаю, вы вину стали ощущать или что? Теперь понимаю, что да, вот есть шанс, на самом деле, с ней с ними не хочу строить, она хочет детей и т.д. Как быть? Боюсь, что она сделает что-то с собой, как сказать. Да никак, Антон. Сказать, сказать, если говорить, то сказать, как есть. То есть, у вас, знаете, выбора не особо. То есть, вы просто вот можете сказать, как есть. Просто как есть. Что нет тебе чувств. А сделает ли она с собой что-то или нет, это уже не ваша ответственность. То есть, здесь явиться проблема в том, что вы испытываете чувство вины. То есть, вы не в ладах со своими чувствами, понимаете? То есть, как бы, понимаете, вот вы с одной стороны себе что-то позволяете такое, да? Вот с одной стороны вы себе что-то позволяете. С другой стороны вы потом себя за это корите, корите, вините себя. Вот. Потому что, ну, совершенно очевидно, да? То, что находясь вот в отношениях с первой девушкой и начав встречаться с другой, ну, как бы, да? Вот. Вы, по сути, изменили, изменяли первой девушке. Вот. И, как бы, как бы вам так сказать. Это свидетельствует о том, что вы не совсем, не совсем в ладах со своими чувствами. То есть, что вы чувствуете, что вы хотите, что вам важно, что вам не совсем важно, да? Вот. Эти все моменты, они, как бы, вам, ну, очевидно, не ясны. И из-за этого, по моему мнению, и возникает такая история. То есть, вам желательно просто для себя понять, что вообще я хочу, что мне нужно и какие у меня, там, ориентиры, да, принципы, чем я руководствуюсь, ну, вообще, вот, по жизни и так далее. Потому что, ну, в противном случае, вы просто, вот, так и будете совершать какие-то вещи, вот. То есть, вещи какие-то вы совершать-то будете, как раз, ну, вот. Но, постоянно себя винить будете за них, за эти вещи, вот. Дальше, значит, у вас здесь есть элемент треугольника Картмана, то есть, вы спасаете девушку, вот. Это уже отношения, не сказать, чтобы здоровые. Если честно, то совсем они не здоровые, вот. И, соответственно, из треугольника Картмана, из отношения такого рода, вот, треугольника Картмана, вам надо выходить. Сами вы, скорее всего, из них не выйдете, ну, потому что вы так вот отношения свои выстраиваете, да. Вот, причем, я думаю, что не первый, не первый год вы так выстраиваете отношения с девушками. Вот, поэтому здесь вот нужно в такой момент, здесь такой подход к этой, к этой ситуации. Вы думаете, опять же, вы думаете, вы считаете, что есть какие-то волшебные слова, которые, ну, могут, значит, как-то вот взять и решить, ну, взять и решить все проблемы. Вот, это не так, это невозможно, и если вы, ну, если есть какой-то факт, да, просто факт, что вот, например, девушка очень хочет отношений, допустим, с вами. Она хочет детей, детей и семью. Вот вы просто подумайте, а зачем она хочет семью? Почему ей нужна семья? Почему с ней случился нервный срыв? Если здесь ваша ответственность, а если есть, то в чем она заключается? Вот. То есть такое ощущение, что вы вот именно, знаете, равноправных отношений, вот именно равноправных отношений, вы, ну, не выстраиваете. Вот. То есть, может быть, вы просто, скажем так, не умеете выстраивать их. То есть, может быть, у вас никогда не было такого опыта выстраивания именно равноправных отношений. Вот. Не знаю. Не знаю, но совершенно очевидно, что вот этот момент нужно корректировать. И если вы что-то чувствуете, то об этом нужно говорить, не думая о том, как человек это воспримет. Если она хочет с собой что-то сделать, она это сделает рано или поздно, потому что вы, даже если создадите с ней семью, то все равно вы будете несчастливы. Она это почувствует, между вами будет все больше и больше отдаления, и рано или поздно это приведет ее к исходной позиции. То есть вы ее здесь не спасаете. Вот. Никаким образом. Но вот то, что вы расчувствовали, то, что вы расчувствовали, это на самом деле есть психологический симптом, психологический симптом, психологическое проявление. И с ним, на мой взгляд, нужно работать. Потому что здесь вы берете на себя ответственность за то, за что вы не несете ответственность. за то, что девушка с собой что-то сделала. Вы не несете ответственность, граф-таки, за другое, за то, что находясь в отношениях с одной, у вас закружился роман с другой. А за это ответственность да, вы несете. Но за это ответственность вы как-таки и не берете в принципе. То есть вы как-бы-то этого не замечаете. Вам как-будто... Не имеет как-будто никакого значения тот факт, что, не завершив одни отношения, вы нашли отношения другие, вот. То есть, понимаете, беря из личного ответственность за другого человека в данном случае, вы избегаете ответственности за самого себя, вот. А это является очень такой, ну, очень негативной историей, потому что, как бы, это ведет в полную деструкцию, вот. То есть, тут вот нужно именно корректировать свои личные границы, то есть, четко определять, где вы, где другой, где другой человек. По поводу того, как сказать, никак, то есть, как бы, нет таких слов, вы просто говорите то, что вы чувствуете. Лучше всего человеком воспринимается искренне, то есть, это будет более болезненно, возможно, но более аутентично. Так что, вот так можно вам ответить на ваш вопрос. И вот вы спрашиваете, как быть, чтобы что, да? То есть, вот как сказать, опять же, как сказать, чтобы что? Цель-то какая у вас по итогу? Какую цель вы преследуете по итогу? Мне кажется, что на этот, наверное, тоже очень желательно обратить ваше внимание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok